Внутри здания заходим. Везде, где мы пойдем, там ленточки. За ленточкой прошу не заходить. Там везде работаем. Инструктаж по технике безопасности перед визитом на стройку – обязательное условие. Территория меняется на глазах. Строители уже полностью возвели коробку здания, уложили наружные сети, установили каркасы теневых навесов. С 15 октября рабочие планируют приступить к асфальтированию дорог на территории садика. На здание поданы все системы. Тепло в здании, вода в здании, электроэнергия в здании, отводящие сети все подключены. То есть мы имеем на этом здании полностью энергообеспечение. Сегодня трудится здесь 170 человек народу. Я думаю, что этого достаточно, чтобы мы успели в срок. Глава региона Олег Кувшинников побывал в помещениях будущего пищеблока, зимнем саду, бассейне и в одной из типовых групп. Как только здание просохнет, рабочие приступят к чистовой отделке. Затем поставят оборудование и мебель. Сейчас подрядчик ждет средства на дополнительные работы. Денежные средства в размере 27 миллионов рублей. Уже поправки бюджета у нас заложены. Октябрьская сессия будет принята и доведена, соответственно, до мэрии. До подрядчиков? Да. В ближайшее время необходимо сформировать и штат будущих работников детского сада. Это почти 80 человек. И распределить путевки среди детей. Сейчас отрабатываются вопросы по выдаче путевок родителям. И родители уже будут до конца октября знать детский сад, в который они пойдут. После этого, когда будут выданы путевки родителям, у нас произойдет уменьшение электронной очереди. И произойдет зачисление детских детей в эти детские сады. А вот строители детского сада в 112-м микрорайоне рискуют не уложиться в заданные сроки. Как оказалось, в здании до сих пор нет отопления. Теплоноситель специалисты установили только сегодня и планируют приступить к промывке сетей. А благоустройство территории только началось. Помешала погода. Благоустройство территории только начинается. Степень готовности по благоустройству, наверное, не более 10%. Главная проблема сдачи объектов в установленные сроки – это благоустройство территории. Потому что детей запускать на территорию, которая не приведена в порядок, мы не можем себе позволить. Подрядчик планирует привлечь дополнительные ресурсы, чтобы успеть и завершить благоустройство до наступления заморозков и снега и чистовую отделку внутри помещений. Сейчас работает где-то, ну вот на сегодня 51 человек отделочник здесь. Это отделочник? Да. А в целом на территории? А в целом 147 человек. Вы думаете, этого достаточно? Ну, я еще хочу сказать, что у нас будет завтра появиться на отопление. И с понедельника мы готовы. У нас есть эти ресурсы. Отделочников еще человек 50-60 сюда добавить. Ситуация по наполнению детского сада воспитанниками и педагогами будет такой же, как и в 144 микрорайоне. Специалисты распределят путевки, будет сформирован штат в количестве 80 человек. Возможно, так же будем действовать по школе. Когда переходили целыми классами в новую школу, здесь, наверное, будет необходимо практиковать такой же подход. Потому что за два месяца резко, понятно, 180 работников физически не найти. Но при этом, я еще раз говорю, у нас есть стратегическая такая программа поддержки, в том числе финансовой, как раз таки привлечения в нашу область, в том числе и в других областей даже, педагогического состава. Город растет, растут детские школы учреждения. Впереди у нас еще двойного детских сада, который мы начинаем строить в следующем году. Школа в 106 микрорайоне, которую мы начинаем проектировать и начнем строить в 2021 году. ФОК, который мы начнем строить здесь же, в 144 микрорайоне, в следующем году. Поэтому огромный объем инвестиций в городе Череповцу выделен. Надо контролировать ход производства работы и освоение выделенных федеральных и региональных средств. Перестроителями сегодня поставили задачу к 20 ноября закончить возведение зданий и сооружений. Открыть свои двери детские сады должны уже в феврале. Анастасия Хаткова, Егор Плюснин. Новости.